Здравствуйте, друзья! Сегодня 12 апреля, День Космонавтики, и в День Космонавтики мы приехали на мануфактуру Константина Чайкина. Приехали для того, чтобы увидеть первые в мире марсианские часы. Костя, впервые первую презентацию марсианских часов ты провел прошлым летом и обещал показать их на базильской выставке этого года. На выставке их не было. Почему? Ну, банально не успели, потому что в прошлом году на День Великого Противостояния Марса мы показывали сами часы прототипные, но не разрешали их фотографировать, можно было только зарисовать. А также была мировая премьера, собственно, механизм этих часов. И действительно обещали к этому базилю сделать, но поскольку все-таки делать сложные часы, их работу над оптимизацией и улучшением понадобилось очень много времени, ну, просто не успели. А почему вообще взялись за марсианскую тему? Помог случай, потому что несколько лет назад, то есть я, проходя по моему факторию, услышал на YouTube презентацию Илона Маска о том, что скоро мы все прилетим в космос. То есть это событие наступит очень скоро. И я подумал, что, конечно же, нужно быстрее сделать часы для первых переселенцев на Марс. Сегодня вы, зрители нашего канала, впервые видите первые марсианские часы. И не просто марсианские, а часы действительно предназначенные для работы на Марсе, для полета на Марс. Часы-минут имеют 30 циферблат, а левый циферблат показывает марсианское время. То есть здесь стрелки делают один оборот за 24 часа 39 минут 35 секунд земного времени. То есть это марсианские сутки, они показывают время именно по марсианскому времени, да? Совершенно верно. Второй циферблат показывает земное время, то есть здесь есть локальное время. И время, которое используется на Международной космической станции, показывает время в UTC. И третий циферблат, это более сложная компликация. Здесь сосредоточено несколько функций. Во-первых, они позволяют показать время противостояния. А кто кому противостоит? Противостоянием называется, когда две планеты расположены на кратчайшем расстоянии друг против друга. И в данном случае позволяют увидеть, когда Марс с Землей находятся на минимальном расстоянии. То есть когда пора домой, да? Ну это очень важно для, скажем, экономии топлива при полетах. Соответственно, экономится время. И, как правило, все зонды и прочие космические путешествия, которые будут планироваться на Красную планету, они будут стараться делать так, чтобы Марс и Земля находились на кратчайшем расстоянии. Это период приблизительно 26 месяцев или 780 земных суток. Они показывают положение Земли и Марса относительно друг друга. Также здесь можно выставить время миссии. То есть когда вы прилетели на Красную планету, вы можете обнулить индикаторы и, соответственно, знать, какое время вы находитесь на Марсе. То есть это своеобразный хронограф? Ну, я думаю, что... Только засекающие не секунды, а такие более серьезные промежутки времени. Да, в данном случае это 668 совов. То есть полностью Марсианский год. И третья функция тоже очень важная. По этим часам можно определить время великих противостояний, которые приходятся на 15-17 лет и которые позволяют определить кратчайшее расстояние за этот большой период. Как раз-таки в одной из этих великих противостояний в прошлом году вы и показывали этот механизм, эти часы. Совершенно верно. Насколько сложны эти часы? Можно ли сравнить их механизм с тем, что делалось до этого на мануфактуре Константин Чайкин? Часы действительно сложные, но поскольку здесь используется модуль надстройки, здесь использовалось около 30 колес и более 180 различных деталей только в самом модуле. Вот эти часы показывают сразу два времени, марсианское и земное, с разным периодом. Здесь использован один баланс или несколько балансов для разного времени? Ну, еще раз, как можно добиться изменения или получения марсианского времени? То есть, как я уже упомянул, марсианские сутки – это 24 часа, там, 39 минут. То есть, требуется замедлить период колебаний. То есть, например, это можно добиться либо утяжелением баланса, либо изменения длиной спирали. В данном конкретном случае, то есть, здесь механизм выполнен на одном времязадающем элементе, которым является базовый механизм, и он уже с помощью редуктора преобразует вращение, суточное вращение земного времени в суточное вращение марсианского с помощью небольшого редуктора. Тогда наверняка возникает вопрос отклонения вот точного марсианского времени от точного земного времени. Насколько оно велико? Был спроектирован редуктор, и в этом состоит суть, как бы, и простота данного механизма, составляет всего лишь 2,7 в сутки. То есть, марсианское время начинает уплывать от истинного марсианского времени примерно меньше, чем на 3 секунды в сутки. Я правильно понял? Да, совершенно верно, что, в принципе, укладывается в точность современных хронометрах. Ну, то есть, это не просто первые часы, это не просто первые марсианские часы, это первый марсианский хронометр, ни много ни мало. Хотя мы не знаем, будет ли где-нибудь на Марсе специальная обсерватория, которая будет выдавать сертификат хронометра часам. Вкратце про историю часов. То есть, они не являются первыми марсианскими часами, потому что до этого, в том числе механические часы, которые содержат утяжеленный грузик или кварцевые, специально преобразованные часы, они так или иначе использовались в марсианских миссиях американских. Кроме того, еще, если не ошибаюсь, в середине прошлого века были сделаны настольные часы. Но в данном конкретном случае, то есть, перед вами часы, которые имеют более сложный механизм и, соответственно, группы дополнительных функций, помимо марсианского времени, которые, на мой взгляд, очень важны при путешествии на Красную планету. Ну, я так понимаю, нам осталось только дождаться, во-первых, когда кто-нибудь из людей полетит на Марс, а во-вторых, когда эти часы выйдут в продажу. И вопрос, когда это случится и сколько они примерно будут стоить? Ну, надо начать с того, что хочется все-таки доделать, довести его до того состояния, как я это вижу. Я планировал поменять дизайн и доработать механизм. Механизм уже практически доработан. Я думаю, что через месяц будет полностью проведено тестирование нового механизма для этих часов. Ну и немного доработаем дизайн. Я надеюсь, что к середине года часы будут закончены. То, что касается стоимости, я думаю, что пока часы не сделаны, немножко рано об этом говорить, но я думаю, что они будут в любом случае до 100 тысяч долларов. Тогда действительно остается дожидаться этих двух событий, когда появятся эти часы и когда будет объявлено про первое путешествие к Марсу. Кость, поздравляю с очередным достижением, с очередным изобретением и желаю, чтобы действительно на руках у первого марсонавта появились часы от Константина Чайкина. Да, спасибо. Я даже в этом уверен, потому что мы работаем еще на более интересной версии, которая будет стоить много дешевле, чем вот этот сложный хронометр. А последние слова, я думаю, хороший повод для того, чтобы подписываться на канал и оставаться с нами для того, чтобы увидеть вот те самые более интересные и более доступные марсианские часы. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!